На этих столах никогда не было животных продуктов Никогда вообще! Это девственные столы! У нас до сих пор нет ни одного консерванта Мы не можем использовать сырный ароматизатор Конопляный, по-моему Мне пришел сигнал из космоса от наших подписчиков Они вообще обалдели Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Никита Вы смотрите канал Вегмар ТВ И сегодня я напросился в гости компании Волка Молка Официальному партнеру фестиваля Мосвекфест 2018 Напросился я с целью разузнать побольше про компанию, про продукты Позадавать разные вопросы И показать вам товар не только лицом Но и человека, который этот товар делает И всю команду, и как вообще все это выглядит И больше познакомить вас с этим продуктом Поскольку продукт интересный Продукт один из самых востребованных у нас на маркете И совершенно точно достойный внимания Итак, первый вопрос Расскажи, пожалуйста С чего вообще все начиналось? Начиналось все с кухни И с идеи расширить ассортимент вегана Потому что 5 лет назад, когда только компания и проект Корректнее сказать проект зародился 5 лет назад Для веганов продукции российского производства На полках магазинов практически не было И моя добрая знакомая Света Она основательница Светлана Крючкова Основательница компании Волка-Молка Она разработала бренд, будучи рекламщицей по образованию И сама придумала, так сказать, структурно несколько продуктов Которые производила на кухне И продвигала продукцию через... У вас красивая капелька, мне кажется, она запоминается Очень лаконичная, да Я считаю, что это успех компании в том числе Да и название Волка-Молка Это как молоко Волка Оно не... Ну, ложится на ухо Я, честно сказать, запомнил вот с первого раза Да? Да, увидел Мне кажется, очень удачно И во многом, как корабль назовешь, так он и поплывет В вашем случае, мне кажется, это удачно Да, мне тоже так кажется Именно поэтому через полтора года После того, как Света это все запустила И продолжала этим заниматься только на кухне И через группу ВКонтакте Я предложила войти в компанию Вложить деньги И, скажем так, сделать бизнес И, как следствие, компанию крупнее Вот И на данный момент К сожалению, наши дороги со Светой разошлись Мы поддерживаем добрые отношения Вот На данный момент мы производим тот ассортимент, который есть сейчас Это семь видов сыров Это четыре вида растительного волка Вот, вот, поподробнее Значит, у вас сыр Семь видов Да, у нас есть сыр Семь видов, да Начинали мы с одного буквально И очень быстро мы за два года разработали еще шесть видов Основа сыра, я так понимаю, у всех сыров одинаковая примерно? Да, основа у сыров одинаковая Это кокосовое масло и различные виды крахмалов А крахмал, как он вообще делается? Это продукт химической промышленности или это что-то натуральное? Это изначально натуральный продукт Мы используем несколько видов крахмалов Нативный, это классический крахмал Просто в пищевой индустрии Нативный крахмал Я просто не специалист Вот как это делается? Вот нативный крахмал, что это? Нативный крахмал, это обычный крахмал, который на производстве путем высушивания продукта И определенной обработки добывается, скажем так, из продукта Это вот обычный нативный крахмал Из картошки? Из картошки, из кукурузы, из цепиоки То есть картошка перемалывается, высушивается? Высушивается, да, и получается крахмал То есть это нативный крахмал, классический А есть различные виды модифицированных крахмалов, которые также есть в составе ингредиентов Ну как ингредиент Вот так слово модифицированный, я думаю, сейчас забомбило у кого-то Да, забомбило, очень часто нам задают вопросы, а не гомеоле это Нет, это совершенно разные два понятия Модифицированный продукт, это продукт, который прошел какую-то обработку То есть берется нативный крахмал, допустим, картофельный или кукурузный И обрабатывается, как правило, там, ну, два вида обработки Нет, три вида обработки Есть обработка механическая То есть по большому счету, если механически что-то сделать с каким-то продуктом Он уже называется модифицированный Он уже называется модифицированный, да Это механическая обработка, это тепловая обработка и химическая обработка. Тот крахмал, который используем мы, модифицированный, как правило, он прошел химическую обработку различными кислотами в промышленных масштабах. И таким образом у него чуть-чуть меняется структура формулы. И как раз этот крахмал, который продолжает быть также кукурузным или картофельным крахмалом, то есть больше там ничего нету, просто формула немножко изменена, он ведет себя немного по-другому, когда мы делаем тот или иной продукт. Ну это вот по сути белый порошок, правильно? Да, все верно. Это мы просто в больших масштабах, там тоннами покупаем этот крахмал, и это просто мешок, где внутри белая субстанция. Как вы закупаете, это отдельно расскажем. Сейчас вот про сыр, значит, вот у него основа. Это два основных ингредиента, кокосовое масло и крахмал. Для дома реально сделать такой сыр самому, или это все-таки технологичная какая-то презентация? Это реально, сделав в домашних условиях, просто модифицированный крахмал в магазинах не продается. И, скажем так, продукт... А без него никак? Ну вот в том, то тело, которое мы получаем, нет, это нереально. То есть если использовать только нативный обычный крахмал, который, ну просто вот кукурузный или картофельный, который можно в магазине купить, там, ну может быть, один какой-нибудь сыр получится. То есть у нас есть сыры, где, по-моему, даже нет модифицированного крахмала. По-моему, в моцареле я сейчас точно уже не помню. Ну то есть в принципе можно. Плюс есть еще тема с ароматизаторами. То есть ароматизатор тоже очень существенно влияет на то, как мы воспринимаем этот продукт, да. И ароматизаторы, которые мы используем, они проходят настолько много всяких, скажем так, проверок с нашей стороны. И такие ароматизаторы, они в магазинах не продаются вот так вот. То есть есть же магазины какие-то кулинарные, где продаются экстракты, ароматизаторы и так далее. То есть те ароматизаторы, которые мы используем, они не продаются в салон. Ну что, мы сейчас святая святых, компания Волка-Молка. Здесь делается сыр, молоко и остальные продукты. Ну давай, вот прям столько всего. Вот печка какая-то, да, ставится? Да, это обычная печка для... Типа дегидратора? Нет, нет, это печка для выпекания печенья. Мы в прошлом году, кстати, работали с Папа Джонс, с сетью Папа Джонс. Они на Великий пост решили сделать несколько вариантов постных сетов. И в этот сет они включили печенье. И мне пришлось просто на тот момент купить эту печку. Мы до этого выпекали на другой, нам поменьше. Потому что там было такое количество заказов, что у меня неделю производство работало круглосуточно. И только на то, чтобы сделать печенье для Папа Джонс, для Великого поста. И вот эта печка, она замечательная, прекрасная, очень нас спасает. А внизу прям печеньки, да, лежат? А внизу мы уже, да, то есть когда мы вынимаем, они остывают именно, да, вот здесь. Все, кто приезжают сюда, хотят что-то посмотреть или по делам приезжают, все обязательно одеваются в эту форму. У нас введена система пищевой безопасности ХАСП. И очень все строго, технолог за этим очень следит. Так, ванночка. Вы там купаете? Нет, на самом деле мы когда сюда переехали, она уже была. И мы решили, чтобы, ну, что пусть она останется. Мы сделали ремонт, но ее оставили. И очень удобно здесь мыть какие-то запчасти от оборудования и там пользоваться ей. Да, большая мойка, да, в виде ванны. Вот. И мы, в общем-то, мы в целом, у нас два фильтра на воду, то есть мы ставим хорошие фильтры и раз в два месяца мы их меняем. Вот. И мы находимся в, собственно, это цех, где варится сгущенное молоко и все сыры. То есть здесь есть оборудование, на котором, собственно, это все осуществляется. Вот. Тут два жбана больших, три жбана больших. Это все для молока? То есть для сгущенки, да? Нет, это все для сгущенки и для сыра, да. То есть так много стадий у нее из одного другой прививаются? Нет, нет. Это, грубо говоря, один агрегат, на котором можно сварить либо сгущенку, либо сыр с одним процессом. То есть как раз вот... А они взаимозаменяемые, что ли? Да, это взаимозаменяемые. Просто некоторое оборудование, оно, например, на масляной рубашке работает, а некоторое оборудование на водяной рубашке. Ну, ты понимаешь, я разбираюсь в этом очень сильно. В рубашках. Ну, я имею в виду, что просто вот то, что нагревается, как это сказать, ну, кастрюля, у которой идет как бы по всему периметру, да, например, в одном случае масло, а в другом случае вода. А вот еще я тут смотрю, сахарный песок, соевый белок, сухое соевое молоко, то есть все разложено. И подписано. Что из этого в России делается? И подписано. Хоть что-то. И кукурузный крахмал, и сахар. Ну, мука, наверное, еще. А даже гороховый белок? Гороховый белок не наш, нет. Гороховый белок, по-моему, из Бельгии. Вот. А в холодильничек, ну, тоже с заготовками, да, наверное? Да, да, тут некоторые заготовки. То есть вот этот холодильник здесь просто растарка. В принципе, как правило, на пищевом производстве есть два вида хранения сырья. Это, ну, как бы, то, что не вскрыто. Это у нас отдельный склад, там много мешков, там тонны. Вот. А здесь есть уже растарка. То есть сюда мы приносим небольшой объем, и уже отсюда все производим. Ну, тут кокосовое масло, какие-то разработки, технологы по разработке, то есть и так далее. Там такие технические. Там, например, стеллаж с ароматизаторами стоит отдельный. Вот. То есть это цех, непосредственно где мы выпекаем печенье, делаем сгущенное молоко и сыры. Вот. Отдельный цех, который мы сейчас запускаем, он будет непосредственно аллергенным. Туда мы перенесем производство печенья, потому что там глютен. Вот. И у нас есть еще отдельный большой цех, где мы молоко делаем, и там же его автоклавируем. Можем туда тоже сходить. На этих столах никогда не было животных продуктов. Никогда вообще. Это девственные столы. Супер. Вот. Расскажи подробнее, что за ароматизаторы тоже, то есть из чего делается примерно основа понятно, а что еще добавляется туда, чтобы получился там не обязательно раскрывать прям какие-то секреты фирмы. Речь не об этом. Речь, например, о том, как бы человек мог дома попробовать вот для себя что-то сделать, похожее на ваш продукт, и убедиться в том, что он адекватен к употреблению. Потому что у нас, ты прекрасно знаешь нашу аудиторию, я думаю, они засыпают тебя на каждом маркете вопросами о том, что, почему, как. Из чего состоит. Как все хотите отравить, химия у тебя тут вот просто повсюду. Вот это самые распространенные вопросы, с которыми мы сталкиваемся среди нашей аудитории. Я все-таки считаю, что такой продукт, который делаем мы, его в домашних условиях сделать практически нереально. Я так считаю, потому что это связано не только с подбором ингредиентов, которые нереально найти на полке, только если там обратиться в какую-то крупную дистрибьюторскую компанию и там мешок, может быть они продадут один мешок. Мы, в общем-то, с этого и начинали. Но мы себя позиционировали как производители, как юридическое лицо. Я бы порекомендовала все-таки альтернативные варианты, более простые, как мне кажется, например, там и с кешью. А ты же тоже пробовала наверняка все на свете, да, прежде чем с этой формулой определиться? Когда мы только начинали, то есть когда я пришла в компанию, состав был, конечно, совершенно другой у Суров. И на тот момент мы нашли очень классного технолога по разработке, который продолжает с нами работать. И это успех нашей компании, я считаю, тоже ее зовут Александра, которая непосредственно училась на то, чтобы быть технологом по разработке продуктов на растительных ингредиентах. И она как раз нам помогла. Она училась в России, да. А у нас где-то этому обучают? Да, ну это как бы технолог по разработке именно на растительных продуктах. То есть есть такое, да. Я думала, ребята, если кто-то еще не знает, то оказывается... Да, есть такое, да. Обращайтесь, я уточню Александру, где конкретно она училась и на каком факультете, и поделюсь с радостью. Вот. И мы разработали, то есть она как раз нашла тот состав, мы, конечно же, смотрели на зарубежных производителей. И мы эти ингредиенты выцепляли у дистрибьюторов, у оптовиков для того, чтобы уже создать тот продукт, который есть сейчас. То есть то, с чего начинала Светлана у себя на кухне, это совершенно другой сыр уже сейчас. Совсем другие ингредиенты, они более там сложные, и они не в массе находятся для свободного доступа. Вот. А что касается ингредиентов, это вопрос, конечно же, сложный. И все в компании знают, и технологи, которые у нас работают, и очень многие клиенты постоянно, с которыми мы общаемся, они знают о том, как я за... Ну, у меня прям фишка есть, то есть я стремлюсь к тому, чтобы у нас было как можно меньше химических ингредиентов. Максимально натуральный продукт. Да, максимально натуральный продукт, именно поэтому у нас до сих пор нет ни одного консерванта. Ни в одном нашем продукте. Это как бы моя позиция, да. И недавно буквально мы запустили, немножечко отступлюсь, мы запустили хумусы, и одной из, как бы, моих задач было, чтобы в этих хумусах не было консервантов. Да, я на самом деле не покупаю хумусы практически, потому что у них есть консерванты. Да, и мне проще сварить дома нут и засунуть его в блендер, и это будет хумус. Да. Вот. А так, в принципе, продуктов-то особо нету, подходящих к моим критериям. Да, да, безусловно. Вот. Поэтому, если говорить, вот, например, ты задал вопрос про ароматизаторы, здесь не все так, как хотелось бы мне. То есть, если все ингредиенты у нас максимально чистые и узкие по составу, по ингредиентам, то ароматизаторы у нас мы можем использовать только идентичные натуральным. Вообще ароматизаторы делятся на три типа. Есть натуральный, есть идентичные натуральным и есть синтетический. Ну, натуральный тут, наверное, нет смысла объяснять, то есть, это просто берется продукт. Да, верно, есть смысл как из чего-то. Натуральный ароматизатор, он выпаривается и делается просто из натурального продукта. То есть, допустим, прям вот сырный... А почему вы не можете такие использовать? Сроки, годности? Нет, мы не можем использовать сырный ароматизатор натуральный или молочный, потому что... А что есть, прям сырный ароматизатор, сыры же они разные тоже? Это все равно основа, то есть там в ингредиент обязательно есть. У настоящее сыр уже ужасный запах. Да, но там есть обязательный ингредиент, это пизея. Я когда путешествовал, там по некоторым местам настоящий сыр, там французский, он же так пахнет, что просто невозможно. Вот никогда бы не пожелал поесть продукцию с ароматом этого сыра. Просто крупные промышленные компании, которые все это разрабатывают, они знают необходимые объемы, вот тех самых элементов для того, чтобы уже в пищевой промышленности, там они дают нам рекомендации по дозировкам и так далее. То есть у них там все рассчитано, и мы заранее знаем, сколько нужно дозировки положить для того, чтобы это не било в нос и так далее, и так далее. Если говорить про натуральные, там есть козеин, там либо есть и так далее. Ну понятно, это не наш суть. Да, это натуральный. Мы сейчас говорим про молочные именно эти самые ароматизаторы. Экстракты, они тоже по умолчанию все натуральные. То есть у нас, например, в печенье есть натуральный ароматизатор. Но это не ароматизатор, это экстракт банана. То есть просто взялся банан, он выварился. Это реально экстракт банана натуральный. Причем начинали мы с искусственного ароматизатора. И я потом тоже, несмотря на то, что высокая цена у экстракта банана, я перешла на него. Дальше есть идентичный натуральному ароматизатор и искусственный. Разница у них в том, что идентичный натуральному – это лабораторная, То есть это химическая формула, но аромата, который есть в мире, ну, то есть вообще в природе. Допустим, сырный ароматизатор, идентичный натуральному. А искусственный ароматизатор – это аромат, который вообще нет в природе. Вот это искусственный. Это, я понял, искусственный убрали, а идентичный натуральному – это продукт химической промышленности. Это продукт химической промышленности, то есть это берется, ну, как правило, у всех ароматизаторов, это не секрет, у них основа пропиленгликоль. Это просто некая такая химическая формула, чаще всего жидкая, на которую уже накладываются всякие, скажем, формулы, вот такие химические формулы именно ароматов. То есть берется просто в лаборатории, собирается формула аромата. Достаточно все сложно. Да, достаточно сложно. И мы, честно говоря, особо туда сами не лезем. То есть мы получаем от производителя ароматизаторов, мы получаем спецификацию, где написано, какие есть аллергены, какой там состав крупную. Нас это устраивает. Но я верю, что, зная тебя, что ты все это изучила наверняка досконально и выбрала самое, что... Самое лучшее, самое чистое. Да, наименее вредное. Да, да, действительно так. Ну, и я так понимаю, что речь идет о небольшом количестве, поэтому вряд ли это может как-то сильно навредить человеку. Конечно. И вот мы все проверяем и на наличие, вернее, на отсутствие лактозы и казеина, то есть чтобы этого тоже не было. Потому что очень много наших клиентов, у них непереносимость. Мы отдельно поговорим. Ты получила недавно значок веган. Да, да. Первый, да, производитель. Нет, не первый. Мы в целом, если говорить про Россию, по-моему, пятые или шестые. Но в любом случае это... Ну, мы, по-моему, пищевики буквально, вот там чуть ли не первые пищевики. Мы одновременно, причем с компанией веганов получили это. Вот, я знаю, что они параллельно получали и мы. Просто мы чуть позже это анонсировали. А расскажи, что вот в этой комнате? Это цех молочный. Здесь как раз производится все наше молоко, четыре вида. И как раз вот мы планируем сейчас использовать в ближайшее время автоклав, который приведет к тому, что... Это вот эта вот большая... Да, 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 вот эта штучка большая, вот, которая приведет к тому, что у нас молоко будет храниться шесть месяцев. Правда, все равно холодная полка. Он нагревает как-то, да? Да, это происходит дополнительная варка, просто продукта уже в упаковке. Вот, то есть мы, грубо говоря, сейчас варим определенный цикл молоко, потом фильтруем. А сейчас, когда мы будем автоклавировать, мы будем чуть-чуть не доваривать до упаковки и потом доваривать уже в упаковке. То есть мы постараемся сделать так, чтобы продукт был максимально здоровым. Тут еще столы, плиты, понятно. Соевые коровы. Да, это две соевые коровы. То, на чем мы как раз варим молоко, это продукт, это российского производителя оборудования. Вот, мы пока не переходим на китайское. Я знаю, что многие производители сои, продуктов из сои, кто работает с тофу, они работают, многие уже на китайском оборудовании. Но мы до сих пор работаем на российском. И очень вкусное молоко получается, насыщенное по консистенции и густое. Вот, и для нас это очень важно. В каждом помещении у нас висят термогигрометры, которые отслеживают температуру в цехе и влажность. Мы следим за влажностью на протяжении всего времени работы производства. А какая влажность? 30%? 35% сейчас? Да, сейчас 35%. Это, в принципе, достаточно сухо для производства, то есть такая нормальная. Температура сейчас 22 градуса, поскольку мы выключили кондиционеры и вытяжки. То есть тоже для производства 22 градуса температура это достаточно высоко. То есть мы стараемся, чтобы у нас было 17-16 градусов. Но сейчас не работает никто. Мы попали в святые святых, когда уже рабочий день окончится. Честно говоря, я бы не пустила сюда никого в рабочее время. Ваш основной продукт это молоко. Какие виды сейчас молока у вас есть? С чего вы начинали и как оно делается? Начинали мы с разных видов молока. Это было и кешье молоко, и очень вкусное маковое молоко. Я, кстати, подумывая о том, чтобы запустить его, есть небольшие проблемы просто с тем, чтобы перерабатывать мак. У нас законодательство такое, что высокие требования предъявляет на переработку. Конопляное попробуем. Наверное, да, это в той же теме. Значит, начинали с кешью, с арахиса, с соей, безусловно, на бытовом оборудовании. И там вот и маковое было. И когда уже я вошла в компанию, начала развивать бизнес, мы сделали аналитику и поняли, что есть там 4 вида, которые самые востребованные. И на них остановились. Но они так и по сегодняшний день и пользуются наибольшим спросом. Да, да. Сколько сейчас видов молока у вас? Сейчас 4 вида молока. А, так и все осталось. Причем я хочу сказать, что на удивление, несмотря на то, что соевое сильно дешевле, а миндальное сильно дороже, ну вот это как бы два таких полюса, это два самых топовых по заказам молока. Соевое и миндальное? Соевое и миндальное, да. А еще какие? Фундук и арахис. Фундук и арахис. Арахис в цене сои и просто меньше приобретают, потому что там у кого-то аллергия, но его приобретают как альтернативу дешевому молоку, например, там фундуковому или миндальному. Сейчас снял у наших, мне пришел сигнал из космоса от наших подписчиков. ГМО же наверняка. У нас есть заключение от производителей, от переработчиков арахиса. Где ты закупаешь? Давай с этого начнем. Где? В России. Я закупаю в России, но арахис, насколько я помню, вот сейчас могу ошибаться, но по-моему из Аргентины. И у них есть заключение, что это продукт не ГМО, то есть они сдавали в лабораторию. Супер. Это вот то, что наверняка очень многих также волнует. Что ты еще добавишь про молоко? Процесс изготовления. Вот мне интересен. Он идентичен домашнему. То есть замочил, заблудрил, выжил. Да, да. У нас оборудование именно по такому принципу работает. И когда свет начинал на кухне, то есть действительно есть оборудование, которое там продается либо на Алиэкспресс, сейчас есть российские магазины, которые привозят из Китая. Это называется некая соевая корова, то есть это литровая или двухлитровая такая чаша, где нагревается и очень быстро все перемалывается. И потом, собственно, фильтруешь. Начиналось все с этого. Сейчас у нас промышленное оборудование, но по такому же принципу работает. Сырое молоко ты никогда не хотела делать для сыроведов? Света делала сырое молоко. Но стоит день-два, да? В технологии очень тяжело, и наше оборудование, оно все-таки под другое приспособлено. Так, я знаю, что у вас планируется улучшение, и молоко будет храниться значительно дольше. Это хорошая новость. Да, да, причем мы постарались сделать так, чтобы сохранилось максимум полезных веществ. То есть это просто автоклав, в котором дополнительно просто доваривается молоко уже в таре. То есть мы немножечко не довариваем до этого молоко, а потом упаковываем уже все и варим то же самое молоко просто в стекле, просто в этом большом оборудовании. Доп-стерилизация, да? Это доп-стерилизация, да. И таким образом, с одной стороны, у нас остается такое же вкусное и хорошее молочко, и минимум элементов теряется в процессе доварки. Поэтому оно такое же натуральное, хорошее, без всяких консервантов. Сыры, молоко, понятно. Что еще? Очень много новых продуктов у тебя появилось буквально за последние полгода. Да, я хотела бы сказать про печенье немного, потому что, к моему счастью, к моему удовольствию, хотя, несмотря на то, что остальные продукты узкие, казалось бы, мясоеды тоже очень активно употребляют и хвалят нас. Вот печенье – это, наверное, самый топовый продукт среди именно мясоедов и просто массового рынка. Печенье, причем, интересно, начиналось… Сладенькое, все любят сладенькое. Да, но мы просто жмых от молока использовали именно для печенья изначально. Здорово. Вот. Потом выяснилось, что… А какая основа миндаль или что? Все три ореха изначально использовали. А, все прям влезжимы. Да, то есть мы сою убирали, безусловно, а арахис, фундук, и там, по-моему, и кешью было, и магдо тоже изначально использовалось именно для печенья. Потом, когда уже мы массово стали это делать, с технологом общались, все-таки качество от партии к партии разнилось из-за того, что жмых все время был разный, и там, по количеству воды и так далее. И мы перешли на арахисовую мучку. То есть мы переделали этот продукт, и таким образом он стал более таким, ну, насыщенным, что ли, и стабильным по виду, по цвету, по вкусу и так далее. Вот. Это печенье. Вот. Наш успех – это соевая сгущенка. Мы, причем, ее разработали очень давно. Но это успех, потому что, насколько я знаю, вообще, на самом деле, когда мы только начали уже вот массово это все делать, дистрибьюцией заниматься, мы сделали опрос, и соевая сгущенка, вообще сгущенное молоко, имитация, было просто в топе. Это то, что люди хотели. Мы спрашивали, что вы хотите. Они говорят, соевую сгущенку, пожалуйста, сделайте для нас. И мы это разработали. Это круто, потому что, насколько я знаю, есть в Европе только кокосовая сгущенка. Она также вот идет в этом самом, в металле. Вот. Консервированная. Вот. И вот такого варианта нет. И, насколько я знаю, вот люди из Европы, они пробовали и говорили, что это круто, вы молодцы. То есть, нам этого вкуса не хватало, а от кокосов уже вот как бы тошнит. А можно ли варить эту соевую сгущенку, чтобы она стала вареной? Да, можно это сделать. Можно сделать прямо в домашних условиях. То есть, по большому счету, рассказываю секретик маленький. Значит, чтобы выварить сгущенку, нужно использовать либо паровую рубашку, либо водяную рубашку. То есть, делать это либо на воде, либо на пару. То есть, вы берете большую кастрюлю воды. Так она, по-моему, и так варится обычно тоже на пару, нет? Да нет. А здесь это немного другая схема. То есть, поскольку у нас сгущенка в стекле, ее сложно варить, то есть, она может лопнуть. А вы берете кастрюлю, вы берете, ну, то есть, вы гипятите воду, берете ковш, допустим, или поменьше кастрюлю, да, и как бы выливаете туда сгущенку и начинаете варить. Но лучше будет, если вы будете это делать на пару. То есть, если верхняя кастрюля, она не будет соприкасаться с водой, вот это будет лучше. И приготовьтесь к тому, что вы будете это делать очень долго. Потому что из-за того, что там нет казеина, потому что это не молочка, очень дольше процесс вываривания. И вот это вот загустевание, которое именно казеин дает, оно очень тяжело идет. То есть, там несколько часов реально нужно вываривать. Но это возможно. Мы подумываем об этом, то есть, точно так же мы будем это делать. Мы же в классическом сгущенке... Мог бы быть хит. Да, мы классическим образом сгущенку делаем, как и обычную сгущенку. То есть, мы просто ее долго вывариваем. Представляете, как забомбит в пост у какого-нибудь традиционно питающегося человека, который зайдет там, не знаю, в супермаркет и увидит на полке эту вареную сгущенку. Вареную соевую. Да, у него так, наверное, забомбит. Они вообще обалдели, они уже сгущенку сделали соевой. Да, да, да. Ну, здорово, развивайтесь. Но мы, ты не рассказала, что еще, собственно, у вас есть. То есть, сгущенка, печенье и... Да, и у нас есть замечательный ассортимент очень вкусных паштетов. Это закуски, намазки, как я их называю. Вдохновение было в Европе. Я обратила внимание, что там очень много людей используют там либо конфитюры сладкие, либо какие-то классические намазки типа паштетов. На хлеб? На хлеб намазывают, либо могут просто ложкой есть, либо добавлять... Это мой вариант, да. Вот, либо добавлять там в пасту или в какие-то там крупы вареные и так далее. И когда я вернулась в Россию, я начала думать, как это реализовать. Из семечек подсолнечника, да, ты сделала базу? Да, да. Семечки подсолнечника. Потому что тофу паштетов их очень много, а у тебя получается продукт уникальный. Уникальный продукт, такого продукта на российском рынке нет. И мы сейчас очень активно расширяем линейку именно вкусовую. Мы сделали два топовых вкуса изначально, это томатный и грибной. Очень часто, вот сейчас еще, конечно, в России не совсем готовы к такому продукту, потому что они думают, что если это семечковый паштет, то это, скорее всего, что-то типа урбеча или пасты, а там ореховый. Да, да, он совершенно иной на вкус. Это не масло, не урбеч. Это, честно сказать, не знаю, как делать технология, насколько ты хочешь рассказать эти ноу-хау. Но я думаю, это достаточно несложно, скорее всего, сделать дома. Но этим просто мало кто занимается. И этот вкус для людей вообще совершенно не привычен. Так же, как и для меня. Когда я попробовал, я был удивлен, наикру чем-то похожа. Да, да. И чуть позже мы это дополнили хумусами в нашем ассортименте, просто для того, чтобы расширить именно линейку намазок паштетов, как мы это позиционировали. Вы выросли буквально вот за последний год, наверное, да, если я не путаю? Я вот помню, когда вы первый раз участвовали у нас на мероприятиях, это было только молоко. Потом был такой прорыв, появился сыр. У вас у первых, по-моему, он тоже появился. Да, мы первые. Рост, но мы, собственно, этой весной тоже его ощутили. А скажи, пожалуйста, рост в основном, вот по моим наблюдениям, происходит весной. А у вас это как? Или спрос более-менее стабильный в течение года? Безусловно. Поскольку мы занимаемся продукцией узкой, наши основные продажи, они там с осени и до конца весны основные. Но все остальное время мы очень активно используем для разработки новых продуктов. Для переподготовки, да. Переподготовки, для работы над ошибками. Вот сейчас я планирую этот секрет. Я запускаю новую линию. Планы, планы. Какие планы? Линию запускаю по новому продукту. Это не уникальный продукт на рынке, но я уверена, что мы будем достойными производителями. Как раз вот это новое помещение, оно и признано для того, чтобы запустить новую производственную линию для нового продукта. Также мы постоянно разрабатываем. В разработке находится очень много новых сыров. И это интересно. Очень часто я рассказываю, все смеются, что несколько из наших сыров, вот из семи сыров, они разработаны просто случайным образом. Когда мы придумывали какой-то продукт, и технолог по разработке, она там, например, внесла в урну что-то неудавшееся, и я ей там вслед кричала, Саша, остановись, это же вот это. И таким образом у нас некоторые сыры были разработаны. То есть у нас что-то не получалось, а получалось в результате что-то новое. Вот, то есть я сейчас подумываю о нескольких новых видах молока. Я подумываю о вареной сгущенке. Вот, мы сейчас вот увеличиваем... Еще, Александр, для нас, для проекта Вегморт и для нашего магазина делает уникальный сыр Вегморт, который мы вместе сделали по особенной рецептуре. Тут я оставил уже свои пять копеек. Я очень хотел, чтобы была использована не просто соль, а гималайская соль. Я хочу сказать, в свою очередь, что это был очень интересный опыт, когда мы разрабатывали для Вегморта этот продукт, потому что сделать продукт по ДСТМ, и с одной стороны взять то, что ты уже умеешь, а с другой стороны ты должен это проработать для того, чтобы человек это устроил в результате. То есть заменить ингредиенты, подобрать вкусовые характеристики. И вспомнить, сколько раз я тебя курьера отправляла. Да, к нам приезжали, мы ели все это всем складом, нарезали, пробовали. И в итоге вот мы сошлись на одном определенном. Он понравился всем. В принципе, это был коллективный выбор, но и мой в том числе. Так, планы понятно. Продукты мы все обсудили. Первый, о чем хотел бы поговорить, это вот тот самый значок зеленый. Вегем, который вы получили. Расскажи, как ты его получала, что он означает. И ты рассказывала, что получить его было непросто. И пришлось даже пересмотреть какие-то производственные процессы и какие-то закупочные процессы. Да. Что это вообще дало, насколько ты довольна, и как, если, например, нас смотрят какие-то другие участники или производители, с чего начать и как выглядит этот процесс? Ну, я начну с того, что, когда я нахожусь в Европе, периодически я туда езжу за вдохновениями, за тем, чтобы посмотреть вообще, что происходит на рынке. Когда в Германии в основном? Германия, Испания, Португалия. Ну, вот такие страны. А что, в Испании, Португалии там какой-то веганский движ есть серьезный? Серьезных нету. Ну, там бывает, знаешь, как бы я все это, например, с отдыхом... А, ну да-да-да. Вот. Но чаще всего Германия. Вот. И сейчас я подумываю об Америке. Но тут немножко сложнее, конечно, потому что Америка – это другой континент, но там интереснее именно на продукты посмотреть. Хотя интересное отступление. То есть мы когда разработали наш второй сыр, это был плавящий сыр, и отправили его, нашли ребят, которые в Америке, в Нью-Йорке делают веганский журнал онлайн, называется «Лайка». А это выходец из России делает девочка, и она предложила прислать на дегустацию, у них была там веганская тусовка, наши сыры. Мы прислали бутербродный и плавящийся, и она нам ответила через некоторое время с видео, на котором показаны возгласы удовольствия от дегустации именно плавящегося сыра. Потому что, как оказалось, вот эти сыры, такие вот наши специфические, которые мы сделали, моцареллу, фиэту, плавящийся сейчас для пиццы, они очень уникальны для людей, которые привыкли есть что-то типа классической гауды, веганской или бутербродного сыра. Но в Америке вообще люди ко вкусу очень завязаны, понимаешь? Да. С детства вот вкус-вкус добавки, кока-кола, там вся страна вот просто бургеры. Когда я бываю за границей, я смотрю вообще, что происходит на рынке, какие есть движения различные, какие-то этические или идейные просто, ну, другие какие-то идейные движения. Я обратила внимание, что вообще на продуктах веганских, этичных, очень много где есть значки. И не один. И не один, да. И когда я стала анализировать, я выбрала для себя тот значок, который, как мне казалось, стоит за очень крупной, ну, то есть за этим значком стоит очень крупная организация с очень такими глубокими и важными идеями. Вот. И это вот веган ассоциейшн, который в Англии располагается, в Лондоне. И я с ними связалась и узнала условия. Это, конечно, выяснилось, что очень высокие требования, и я не буду их скрывать. То есть мне необходимо было подтвердить то, что каждый ингредиент в каждом моем продукте, на который я хочу повесить этот лейбл, в нем отсутствует... Ну, то есть этот ингредиент, он без животных каких-то вообще... Как они в этом убеждаются, находясь в Лондоне, а ты здесь, в Москве? Они потребовали, чтобы я получила по определенной форме от каждого производителя этого ингредиента заключение либо с электронной подписью, либо с физической подписью, отсканированной, что этот ингредиент, который компания «Волк и Молк» у этого производителя закупает, что в нем отсутствуют любые животные ингредиенты, и он не тестируется на животных. Вы представляете, мы связались с каждым производителем. И у меня... Вы представляете, вот в России, по большому счету, очень многие люди, я думаю, могли бы сделать как угодно это. Но для меня это было настолько принципиально важным, что я потратила на это около 8 месяцев, чтобы связаться с каждым. Были очень большие проблемы. Кто-то отказывался это делать, и мне приходилось менять поставщика и менять производителя. Ну, просто потому что нафиг надо давнее время. Даже... Ну, и такие были... Ну, там... В общем, разные были случаи. Я говорю, вот порядка 8 месяцев мне это стоило по времени. И, конечно же, мы заплатили определенную royalty, чтобы использовать этот знак. И тут все логично, тут все понятно. Вот. Но ту работу, которую мы проделали, я считаю, что она сделала нас более качественным... компанией, продукт более качественным. И, в принципе, перевела на другой уровень. То есть я горжусь тем, что мы это прошли, мы получили этот лейбл, и наши продукты, они... Ну, это действительно круто, потому что у нас, получается, мы вынуждены верить всем на слово. А кто бы... Ну, предположим, к нам приходит заявка от потенциального участника маркета, он говорит, у меня веганская кухня. Мы ему говорим, да, все, мы обсуждаем с ним. Он говорит, да, по факту на мероприятии выясняется, что она не очень веганская, потому что он, в принципе, даже не знает, что это такое. Что это такое, да. Вот. И здесь, я думаю, что ты тоже, задавая эти вопросы своим поставщикам, наверное, слышала вопросы вообще, что это такое. Да. Очень часто я запрашиваю какую-то спецификацию на какой-то ингредиент и говорю, дайте мне, допустим, ароматизаторы без животных ингредиентов. Вот. Они мне высылают образцы, присылают вместе с ними спецификации. В спецификации написано с казеином. Я говорю, я звоню, говорю, ребята, вообще понимаете, что это животные ингредиенты не понимают. Но это как для мясоедов постный суп, это там просто на рыбном бульоне, и там мясо не плавает. Ну да. Ну, что ж, это очень показательно. Молодец, что вы прошли этот путь. Спасибо. Очень стараемся. Постальным, на мой взгляд, кто как-то имеет отношение к производству продукта, есть смысл тянуться к этому. Нам, может быть, когда-то со временем есть смысл задуматься о том, чтобы сделать свою такую сертифицирующую организацию. У меня такие мысли уже были неоднократно. Но, к сожалению, на данный момент возможности заняться этим нет. Так что нам, я желаю этим когда-нибудь заняться. Я тоже желаю. Расскажи, пожалуйста, что здесь вот в этой комнате? Да, мы сейчас находимся в упаковочной. Я, как бы, немножечко поподробнее расскажу. Получилось так, что мы идем сейчас по потоку. Любое пищевое производство по российскому законодательству должно иметь поточность. То есть мы изначально были в цехе, куда заходит сырье. Дальше оно идет, то есть из этого производится продукт. И дальше уже идет все это в упаковочную. Вот здесь упаковочная и выход продукции через другую дверь, чем входило сырье. Здесь упаковочная. Здесь мы упаковываем сыры. Клеим этикетки, подготавливаем этикетки, также подготавливаем пакеты для сыров, датируем их. Тут обязательно стерильность тоже должна быть? Да, безусловно. То есть вот до того, пока мы не перейдем на склад, здесь тоже все стерильно. Здесь мы закрываем в вакуум молоко, также клеим этикетки. Здесь мы печенье упаковываем в коробки. А этикетка что, она тоже стерильная? Она же из типографии приходит. Она не стерильная, но у нас есть отдельная зона для этого. И вот здесь еще стерильная зона, а там как бы менее стерильная зона. А этикетки вручную наклеиваются? На данный момент да. То есть объемы такие, что мы пока делаем это вручную. Но мы уже подумываем, особенно когда начинается Великий пост, это самый такой активный период приобретения нашей продукции. И в этот момент мы задумываемся о том, что пора нам автомат по наклеиванию этикеток. Иначе у нас просто вся компания клеит этикетки. Да, да. Я вот поэтому и спрашиваю. На большом объеме это же такой труд. Это труд, да. Трудоемкий достаточно процесс. Не знаю, тысячу бутылок заклеить. Это можно полночи, наверное, сидеть. Это действительно очень сложно. Тем более ты же должен это ровно наклеить, чтобы это было красиво, чтобы и на полке это достойно стояло, и клиенту было приятно взять в руки. Организовать производство, все это запустить, купить кучу оборудования и криво приклеить этикетку. И все, все рухнуло. Да, и прекращается. Да. Вот такой вот он интересный процесс производства продуктов. Я уверен, что среди наших подписчиков есть очень много людей, кто так или иначе задумывался об этом, кто как-то этим интересуется. Вот вы сейчас можете воочию наблюдать, насколько все это сложно и насколько каждый этап он важен. То есть нигде ничего нельзя пропустить. И любой из этих звеньев, если хоть немножко что-то где-то идет не так, то получается, что итоговый продукт от всего страдает. И, кстати, а часто ли у вас бывает такое, что брак продукции приходится выбрасывать? Наверное, происходит? Бывает такое, безусловно. Иногда бывает, что там что-то недостерилизовалось. Иногда бывает, что, например, какие-то работы на соседней территории ведутся и какое-то веяние. И иногда бывает, что продукт начинает раньше времени выходить из строя. И это уже на полке выясняется. Конечно, по нам это очень сильно бьет. Я очень лично всегда каждую ситуацию разбираю и страдаю, и морально в том числе. Безусловно, мы все меняем. Что касается внутри, ну, как правило, если бывают какие-то... То есть у нас сейчас уже на таком уровне производства и так выстроены технологии, что у нас брака практически никогда не бывает вот в процессе производства. Ну, уверен, на первоначальных стадиях. На первоначальных было очень много. Бывало такое, что мы, например, вместо сахара в печенье клали соль. Такое было. Когда мы использовали сахар в молоке, тоже бывало, что мы путали сахар с солью. Такое было. Очень важный процесс технологический по сыру. Там, например, если чуть-чуть больше от того или иного крахмала положить или кокосового масла, то там, например, сыр, он просто нереально. То есть иногда бывает, там, раз, допустим, в полгода, что у нас у кого-то рука дрогнет, и потом, например, мы сыр там, ну, не можем даже упаковать. Настолько он, например, очень сильно жидкий. Вот, бывает такое. Но это все человеческий фактор. Ну, опять же, такого все меньше и меньше происходит, слава богу. Все сейчас отточено, и спасибо тем людям, которые... Желаю, да, поменьше брака. Да, те люди, которые со мной работают, они молодцы. Расскажи про девайсы, которые тут стоят. Ну, здесь стоит датер, который датирует пакеты и этикетки при необходимости. Вот здесь два упаковщика сырных, и с компрессором стоит упаковщик для бутылок. То есть из вакуум мы упаковываем для того, чтобы, ну, еще больше создать благоприятную атмосферу, чтобы не было никаких микров. А, то есть когда молоко налито в бутылку, оттуда воздух вытягивается и закручивается бровь. Да, и закручивается бровь. Поэтому такой вот зуб, вы когда открываете, чпок. Чпок, да. Вот, и крышки специальные. То есть есть разные крышки, а мы именно покупаем, называются они стерилизация, пастеризация. То есть у них такая пимпочка по центру, и при открытии она чпокает. А вот та штуковина, это еще? А это все два упаковщика, они для сыра. То есть они просто немножко по-разному выглядят. А, то есть это, наверное, тоже воздух вытягивается? Да, да, да. То есть вакуумируется, вытягивается воздух. И у нас в каждом помещении обязательно три вида, вот там, вы видите, спреи стоят на упаковщике. Ну, то, что дезинфицируется, все это я вижу. Три вида дезинфекции, да. Мы очень за этим следим и стараемся. Я был в роддомах, я думаю, что здесь чище. И у нас здесь обязательно в каждом помещении висит кварцеватель. И когда работают люди, этот кварцеватель работает и дезинфицирует воздух. А когда, вот мы сегодня отсюда уйдем уже, то есть когда производство закачивает работу, на ночь здесь включаются кварцеватели нижней лампы, при них нельзя находиться людям. Обредственно. Да, это то, что для глаз. Я, кстати, один раз глаза себе сожгла, и ночью пришлось ехать в больницу, потому что, ну, не думала, что это так важно. Не, ну, вообще очень масштабно вот так вот ощущается, что все продумано, что очень масштабно. И планы очень большие. Чувствуется, что очень много труда вложено. Это действительно так. Это все делается с любовью, с большим желанием делать качественный продукт. Тебя, как и нас, часто попрекают в том, что ты слишком коммерческий проект. У меня лично никаких вообще вопросов в этом плане нет, потому что я понимаю, и что, сколько стоит. И я понимаю, что каждый человек, который находится в определенном месте, он находится там не просто так. Если он там находится, значит, у него есть некая компетенция. Если он долгое время уже этим занимается, тем более, если он растет, значит, совершенно точно этот человек находится на своем месте. Однако многие люди, которые являются просто потребителем продукта, они не хотят в этом разбираться, они просто смотрят на цену и говорят там, вот стоит дорого. Для меня это дорого. И действительно мы замечаем падение спроса у наших подписчиков. Вообще в целом я живу не в вакууме, я живу в стране, я по ней езжу, я вижу, что происходит. Что-то ты можешь ответить не то, чтобы на упреки, а если в двух словах можешь обосновать, из чего складывается эта цена. И можешь ли ты, возможно ли бы, сделать твой продукт дешевле. Может быть, дешевле будет покупать его у тебя напрямую. Я так понимаю, что вы отсюда прямо с производства отгружаете свежайшую продукцию. Здесь, я считаю, можно разделить на две части вопрос. Первый – это стоимость ингредиентов. И вторая часть – это ручной труд. Объемы такой узкоспециализированной продукции еще не настолько большие, чтобы покупать очень дорогостоящее оборудование, чтобы делать линию, это возможно. Но мы просто не окупимся от таких просто свободных средств, чтобы это сделать и ждать столетиями. Сотни тысяч евро. Это действительно так. Это серьезное оборудование. Мы приценялись. Сотни тысяч евро. Это очень дорого. А производители европейские, наверное, все оборудовали. Да, такие производители европейские. Мы, конечно, можем и в Китае поискать. Но я думаю, там не будет такого высокого качества. Нам, конечно, хочется, чтобы это было и технологию определенную соблюсти, и чтобы оборудование было таким достойным. То есть ручной труд, безусловно, это очень серьезная составляющая цены, которая складывается в результате. Что касается ингредиентов, то здесь мы очень, к сожалению, зависим от евро и от доллара. Как я говорила, кокосовое масло, крахмалы, очень много ароматизаторов, которые привезены за рубежа, то есть английские, турецкие, греческие. Мы зависим очень напрямую от евро и от доллара. То есть, получается, когда произошел скачок курса, ты особо не подняла цены, по сути? Я не подняла цены, потому что я понимала, что сейчас конечный потребитель к этому не готов. Я сейчас реально зарабатываю меньше, и, насколько я знаю, доллар и евро будут расти, и в ближайшие полгода я не планирую, если только не произойдет каких-то совсем очень таких сильных изменений, я не планирую повышать цены. То есть, это такая... Ну, то есть, я сдерживаю... А возможно ли заменить это на... Ну, понятно, что кокосовое масло, кокосы еще, к сожалению, в Сочи не растут. Возможно ли заменить, насколько это возможно, на то самое импортозамещение, о котором все так часто говорят? Мы теоретически можем сыры делать на растительном масле, на подсолнечном, но тогда все равно у него формула немного другая, чем у кокосового масла. То есть, это нужно работать над этим. Мне кажется, это могло быть идеей для другой, более экономичной линейки сыров. Может быть, да. Поговорим об этом с технологом. Мы думали об этом, но в тот момент решили на это не переходить, были какие-то свои сложности с этим. Что касается крахмалов, а это основной ингредиент, помимо масла в сырах, мы пытались использовать российского производства модифицированные крахмалы, но уровень очень отвратительный. То есть, как бы, то, что мы нашли в Европе, мы используем датские модифицированные крахмалы, в России такого просто даже близко нет. То есть, это только все из-за рубежа. Да, да. У нас 90. Но, я думаю, то, что ты сейчас говоришь, это очень важно для понимания людей, потому что для них это как ложка-тарелка, все понятно. Дорогие друзья, не все так просто. Ингредиенты приводятся из-за границы, требуется большое количество ручного труда, а ручной труд – это труд людей, а люди все хотят получать достойную оплату труда. Из-за этого, получается, в принципе, ты полностью сейчас раскрыла вопрос. У нас есть специальное оборудование для этого, оно все зарубежное, на котором мы варим нашу продукцию или изготавливаем. У нас несколько холодильных камер, которые требуются либо для выстаивания продукта, либо для хранения. У нас два автомобиля, один рефрижераторный, один не для подмены, для того, чтобы возить продукцию. То есть, это все требует денег. Мы арендуем специально, чтобы не быть там далеко от МКАДа, мы в Москве арендуем помещение, на котором, собственно, осуществляем производство. Здесь делаем ремонт. У нас есть система ХАСП, это система пищевой безопасности, которая требуется по законодательству. И для меня лично это было очень важно, чтобы действительно уровень… Меня не пустили сегодня на производство вот так. Да, уровень, скажем, чистоты и гигиены у нас на производстве достаточно на высоком уровне. И это все требует определенных вложений, разрешительная документация. Есть определенные регламенты, например, программы производственного контроля, в которой прописывается, что там раз в три месяца я должна проверять воздух, воду, ингредиенты некоторые, свою продукцию, чтобы подтвердить те же самые сроки годности. Деньги на декларации, на другую разрешительную документацию. Да, кстати, производители у нас в стране очень жестко зарекламентированы, если вы вдруг не в курсе, большим количеством разрешительной документации, без которой очень сложно вообще что-либо начать. То есть вы можете для себя дома делать соевое молоко на кухне, это будет стоить две копейки. Но когда вы начнете соблюдать все те требования, которые диктует государство… Для продажи. Вы узнаете, что стоимость с двух копеек резко вывелся до рубля, и вы даже не заметите, как это произошло. Да, это действительно так. Поэтому наша миссия в таких видео людям объяснять, почему так происходит. Да, действительно, у людей сейчас с деньгами у многих есть дефицит, но тут остается только надеяться, что общий уровень заработка в стране будет выравниваться, и это станет более доступным для людей. И те вопросы, которые я задавал в начале интервью, возможно ли это сделать дома, все-таки это возможно, но ты говоришь, что один-два вида сыра можно все-таки пробовать делать дома, тем, кому очень хочется этих продуктов. Есть ли какие-то вообще рецепты в интернете, я никогда не мониторил? Да, есть рецепты, я вот так сейчас сходу не готова их назвать, но в принципе можно даже, насколько я знаю, есть рецепты даже с мукой. То есть не крахмал, а просто на муке делать. Ну, конечно, это по телу и по вкусу будет совсем другое. То есть все-таки одно из, как я уже изначально сказала, одно из ключевых – это ароматизаторы, которые мы добавляем, те же самые кислоты, в одном случае лимонная кислота, в другом случае молочная кислота, которые очень сильно влияют именно… Молочная кислота растительного происхождения, а то сейчас уже бомбит, я чувствую у кого-то. Нет, нет, она такая как бы растительная. Я просто знаю, что она бывает не только в животном происхождении, а многие люди не знают этого. Тут, работая в нашей сфере, есть смысл все проговаривать. Ну что ж, я благодарю за интервью, благодарю тебя и всю команду за то, что участвуете в каждом нашем маркете, благодарю за поддержку фестиваля Мосфекфест, благодаря вам мы имеем возможность роста, вы имеете возможность роста благодаря нам. И все вместе это всех нас двигает вперед и позволяет вам, нашим покупателям, нашим посетителям, подписчикам и всем, кто интересуется, как-то приблизиться к более светлому, зеленому образу жизни. Развивайтесь вместе с нами, развивайтесь вместе с компанией «Волкомолка». И пару слов для твоих прямых покупателей, для наших подписчиков, что бы ты хотела им сказать и завершить это интервью на торжественной ноте. Во-первых, я хочу поблагодарить тебя за эту возможность. Получаем огромное удовольствие в участиях в фестивалях, которые устраиваешь ты и твоя команда. Это очень высокий уровень, во-первых, профессиональный, во-вторых, человеческого подхода, что редко встречается, когда компания растет и когда компания сталкивается с разного рода организаторами и так далее. Мы участвуем в выставках и так далее. То, что делает твоя команда, это фантастика. Хочу сказать, что, насколько я знаю, Никита, так же, как и ты, мы делаем свой бизнес именно ради идеи. То есть, да, это коммерческое все, но в основе этого стоит идея. Идея того, чтобы люди приобщались к вегетарианству, к веганству как следствие, чувствовали себя, ощущали то, что хочет их организм, чтобы думали о природе, о том, чтобы как можно меньше этикеток использовалось, например, пластиковых, чтобы упаковка была перерабатываемая, чтобы мы все больше думали об этом. И в нашей компании мы стремимся к тому, чтобы та же самая упаковка была как можно более перерабатываемой и так далее. То есть, мы делаем все для того, чтобы сохранить мир, чтобы сохранить здоровье. Все наши усилия направлены на это. И я надеюсь, что вот те ответы, которые сегодня здесь прозвучали на вопросы Никиты, они дали вам больше понимания, ближе действительно стали к нам. Да, мы здесь для того, чтобы всех нас как-то сделать ближе. И сегодня благодаря YouTube и интернету это стало возможно. Да, вот хочу поблагодарить всех подписчиков, всех клиентов, даже просто людей, которые нас смотрят, знают, слушают, даже и не покупают. Просто я надеюсь, что из-за того, что будет больше информации, вы будете расширять свое сознание. А если мы будем расширять свое сознание, значит, все будет лучше и мир будет чище и светлее. Всем спасибо. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки этому видео, делитесь ссылками. До новых встреч.